Провозглашай прошлое, определяй настоящее, предсказывай будущее. Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. Сон и бессонница, сверх меры, плохой признак. Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай мимолетен, опыт обманчив. Сгорая сам, свети другим. Душа человека развивается до самой смерти. Ни насыщение, ни голод и ничто другое нехорошо, если переступить меру природы. Болезнь не сваливается на голову как гром среди ясного неба. Она является результатом постоянных нарушений законов природы. Постоянно расширяясь и накапливаясь, эти нарушения внезапно прорываются в виде болезни, но сия внезапность только кажущая. Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна. Сколько звезд на небе, столько обманов таит женское сердце. Время всегда содержит в себе удобный случай. Пьянство отцов и матерей – причина слабости и болезненности детей. Чрезмерное количество обильной пищи вызывает болезнь. Страх и печаль, надолго обладевшие человеком, располагают к болезням. Никогда не откладывай лечение на потом. Мозг человека содержит в себе причину многих болезней. Болезни, происходящие от переутомления, лечатся покоем, а те, что происходят от праздности, излечиваются трудом. Врач лечит, природа исцеляет. Если больной сохраняет присутствие духа и аппетит, это самый лучший признак возможного выздоровления. Если ты не в силах изменить свой образ жизни, то тебе никто и ничто не поможет. Брак – это лихорадка на выворот. Он начинается жаром и кончается холодом. Медицина поистине есть самая благородная из всех искусств. Врач должен помогать природе организма бороться с болезнью. И успех и неуспех в лечении болезни нужно возлагать как на долю врача, так и на долю пациента. Разум – лучший лекарь. Болезнь всегда происходит либо от излишка, либо от недостатка, то есть от нарушения равновесия. Любое излишество противно природе. Ничего не происходит без причины. Если что-то произошло, то можно быть уверенными, что для этого была причина. Пусть ваша еда станет лекарством. Противоположное излечивается противоположным. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь. Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли, так гимнастика очищает организм. Лица, подверженные ежедневно трудам, переносят их, хотя бы были слабы и стары, легче, нежели люди, сильные и молодые, без привычки. В годы юности все приятное приятнее, в преклонном возрасте все неприятное неприятнее. Лечить нужно не только болезнь, но и противодействовать причинам, ее вызывающим. Отчаявшись, больной сам приближает себя к смерти. Человек живет благодаря питанию. Питанием является пища, питье и воздух. Труд и покой врачуют тело и душу. Некоторые больные выздоравливают только потому, что уверены в мастерстве врача. Праздность есть источник всех пороков. Где нет праздности, там нет зла. Очень часто лучшее лекарство – это обойтись без него. Если врач не может принести пользы, пусть он не вредит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...